Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. У Марины Африкантовой появилось два поклонника на проекте. Это Иван Чибану и Никита Подворный. Они дарят Марине цветы и конфеты, приносят кофе в постель и готовят обед. За мной ухаживают два мальчика, пишет Марина, а я наслаждаюсь, как настоящая принцесса. Сергей Кучеров понял, насколько дорога ему Юлия Ефременкова. Кучеров благодарит Бога за то, что он дал ему такого человека, как Юля. Он даже готов уйти с ней за периметр и строить там отношения. Иосиф Аганесян сомневается, лететь ли ему к Саше Черной или нет. Ему не нравится поведение Саши на острове. Она позволяет заливать сливки в рот и ведет себя неподобающе. У Дарины Маркина и Никиты Кузнецова в отношениях царит идиллия. У них не было еще ни одного серьезного конфликта. Майя Донцова в недавнем эфире шокировала зрителей своими планами по поводу дальнейшего нахождения на Доме-2. В приватной беседе с Алексеем Купиным она случайно проговорилась, что намерена забеременеть в периметре, а затем после родов сразу вернуться обратно. Так что у Майи большие планы, как можно дольше задержаться здесь и подольше пожить на халябу. Недавняя свадьба Тата Абрамсон и Валера Блюмингранца стала юбилейной на проекте. А их будущая малышка станет тоже юбилейной, десятым ребенком, который появился на телестройке. Правда, никто не подсчитывал, сколько из этих пар живут до сих пор за периметром и не развелись. Вика Романец сообщила в своей фан-группе, что ее свадьба с Антоном Гусевым состоится совсем скоро, этим летом. Дмитрий Лукин, которого недавно убрали с должности наставника актерской школы, хочет снова вернуться на Дом-2 участникам. Катя Жужа снялась для обложки нового журнала Дом-2. «Я им показала все», – пишет Катя. «Настолько откровенные съемки и интервью у меня еще не было». Также Жужа, наконец, призналась, что пост ведущей новостей Дом-2 она получила только благодаря близкой дружбе Ксюшей Бородиной. Раньше она это отрицала и говорила, что без помощи Бородиной на общих основаниях прошла кастинг и получила должность. Причем не только Бородина, но и Ольга Бузова буквально протащили ее на телепроект. Участники Дома-2 побывали в караоке на презентации песни бывшего участника Дениса Баранова. Саша Гозиас открыла магазин женской одежды и обуви. Элина Камирен в своем видеоблоге продолжает учить девушек охотиться за олигархами. Она делится своим опытом. Всех олигархов она поделила на несколько категорий – спортсмены, чиновники, депутаты, мафия и умники. Как утверждает Элина, у нее был опыт общения с представителями каждого типа. Отношения с криминальным авторитетом ей доставили много неприятных минут, она даже переживала за свою жизнь. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.